КОНСТАНТИН ГЕНИЧ И тут у игроков Зенита родилась идея. Надо подарить подсорную трубу. А то тренер не всегда приходил на тренировки команды. А так он хоть смог бы видеть, как команда готовится к матчу. В то время у Зенита с юмором было все в порядке. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Посмотрим как будут играть гости. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из ползащитников представляет угрозу для ворот соперника. Субтитры сделал DimaTorzok Команда на поле и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Отлично сыграно, надо решать. Вот это да, отлично сыграно. И разрезающий пас на ход. Прошел пас, можно обострять. Охори! Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точно удар. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл и раздевал. Доменико Кришетов. Зенит идет к воротам соперника. Тут защита справляется в потере мяча. Александр Ерохин. Пас на ход, может быть интересно. Молент для удара! Защитник справился с задачей мяч выберет. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Не стал давать свисток арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавшим. Посмотрим за этой атакой. Кришетов. Спасибо! Отличный пас, сказал соперник. Александр Ерохин. Тут может что-то получиться. Штрафтовой подачи и есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Ну, тут Зенит своему сопернику шансов просто не остаток. Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача. Оставалось ее только замкнуть. Очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было. И подача хорошая получилась. Нацеленный и головой удар оказался неберущимся. Матч продолжается. Зенит только что повел в счете. Дембеле. Александр Кокорин. Такие приемчики нравятся болельщикам. Доменико Кришетов. Выбит мяч из штрафной. Нет, не дошел этот пас до адреса. Посмотри по сторонам. Есть. Он бьет. Здорово сыграл игрок обороняющейся команды. Дембеле. Это может быть опасная атака. Александр Ерохин. Кришетов. Игорь Смольник. Попытка обострить игру. Зенит на половине соперника. Спас он своих. Блестяще сыграет. Угловой разыгрывают футболисты Зенита. Если бы удар не получился таким сильным, то у вратаря еще оставались бы шансы спасти свою команду. Но такие мячи просто не берутся. И в центр штрафной. Александр Кокорин. Арбитр показывает, что мяч ушел на угловой. Игорь Смольник. Игорь Смольник. Подали мяч с углового, а в центр штрафной. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Все в рамках правил можно играть. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Игорь Смольник. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Отлично сыграно. Надо решать. Выручил он свою команду. Дембеле. Обратный пас. Очень быстро сыграл. Подача на дальнюю штангу. От головы в ворота. Класс! Здорово он сыграл. Согласитесь. Отличная передача. Вы только посмотрите, как точно мяч пришелся на голову. И прицелился, и ударил мощно, выбрал момент, нашел и забил. Отличное исполнение. Да, у этого парня не только умная голова, но я бы еще сказал золотая. Снова равенство на табло 1-1. Игорь Смольник. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Можно сделать навес. Атака завершилась. Защита справилась. Ну, а мы пока посмотрим повтор гола. Шик, блеск, апельсин. Именно так можно охарактеризовать этот замечательный гол. В центре штрафной подан мяч с углового. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Нужно выходить вперед. Бей! Штанга! Как вариант продолжения напрашивается передача. Доменико Кришин. Ближний штанг. Копкипер отбивает мяч. Куда? Зинит, нарушает правила. Будет штрафной. Это может быть опасно. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлен. Дембеле. Увидел открывание. Момент! Забивай! Татай первый на мяче. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Тащит вперед мяч. Акорин! На перерыв уходят команды. Пока один-один. Хороший первый таймон, правильно? Гол он уже забил. Это, можно сказать, полдела сделано. И теперь времени еще остается полно, чтобы забить еще один мяч и вырвать победу в этом матче. Тут может что-то получиться. Штрафной подачи и есть там кому сыграть. Подача на дальнюю штангу от головы в ворота. Класс! Можно выходить вперед. Бей! Момент! Забивай! Татай первый на мяче. Перерыв окончен и «Зенит» начнет с центра поля. Это может быть опасная атака. И свисток останавливает игру, а в сайт фиксирует линейный орбит. Пока неплохо. И как пробел. Отличный сейф вратаря. В какой-то. «Зенит» будет сбрасывать из-за боковой. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче. Итак, у нас аут. Отправляется на скамейку игрок. И трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации. Достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Тут может что-то получиться. И удар нужен. И мимоворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Сомена у «Зенита». Кришин. Кокорин. Дмитрий Полос. Похоже, они решили бы поиграть вдвоем. На секунду бы попозже начать это открывание. Может быть, и не было бы овсай. Прозвучал свисток. И это значит, что развития атаки уже не будет. Овсай. Может получиться интересная атака. И мяч у вратаря. Без труда у него забирали. Дембеле. Шикарный момент. Выбит мяч из штрафной. Тут его прижимают, не дают пространства. Легко прошел он соперника. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Доменико Кришин. Грамотный пас. Все по делу. Доменико Кришин. Есть варианты развития атаки. Штрафной подачи. И спасает, братарь, команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Свежий игрок выходит на поле у Зенита. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Удар. Мяч уходит на угловой. Зенит будет подавать. В центре штрафной подан мяч углового. Да, с такой дистанции надо забивать. Тут вариантов быть не должно. Но гол-то, к сожалению, мы не увидели. 20 минут до конца основного времени матча. Уверенно сыграл на перехвате. И вернул мяч своей команде. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Какой-то, знаете, между собойчик. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. Похоже, готовится замена. Добро пожаловать. Первый на мяче. Здесь прессинг. Кришек. Дмитрий Полос. Зенит на половине соперника. И подает штрафную Дмитрий Полос. Пошли последние 10 минут игры. По флангу идет атака. Он накручивает соперников одного за другим. Александр Кокорин. Гол. И впереди они теперь. Да, все-таки они соперника дожимают. Защита здесь не стюжила. Ну и надо признать, все по делу. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Пусть не с первой, так со второй попытки. Все-таки им удается отправить мяч в сетку. Немного сумбурная атака, конечно, получилась. Но гол есть гол. А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. После этого гола Зенит впереди. И команды начинают с центра поля. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Пять минут остается до конца игры. Преимущество в один мяч ничего не гарантирует. Накрывают его прессингом. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо фан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Это нарушение правил со стороны Зенита. Считается угры. Доменько Кришет. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Где он столько насчитал? Целых четыре минуты. Не понимаю. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Похоже, что лучшего момента для того, чтобы вырвать ничью, может уже и не быть. Жирков. Свисток судьи возвещает о завершении манча. Настроение подняли и себе, и благодарным болельщикам. А результат? Да и результат хороший, хотя игра товарищеская. Соперник, конечно, был. Ну да ладно, не будем об этом. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действиями. Тут может что-то получиться. Подача на дальнюю штангу от головы в ворота. Класс! Можно выходить вперед. Бей! Подача на дальнюю штангу подачи. И есть там короткий игрок. По флангу идет там. Он накручивает соперника по одного до другим. Александр Кокорин! Это нарушение правил со стороны «Зенита», считает судья. «Я espero как видеть». Продолжение следует...